Для этих людей День Победы – один из самых долгожданных праздников. Сегодня в госпитальном отделении 2-й городской больницы находится 40 ветеранов. Накануне 9 мая поздравить их пришли представители городской власти. Конечно, желаем им постоянно здоровья, добра и долголетия. Поэтому сегодня мы приехали и в очередной раз улучшаем материально-техническую базу нашего учреждения, главного для ветеранов. Сегодня привезли им два аппарата – это магнитотерапия, ультразвуковая терапия. И вся больница тоже будет обновляться в этом году. Порядка 150 окон будет заменены на новые, современные, чтобы нашим ветеранам и всем, кто прибывает в учреждение, лечебно было комфортно и тепло. Госпитальное отделение открыли 17 лет назад. За это время здесь прошли лечение 13 тысяч ветеранов войны. Для их реабилитации создают все условия. За последние два года в госпитальном отделении полностью сделана реконструкция и капитальный ремонт. Полностью мы укомплектованы мягким, твердым инвентарем. Закуплено, в общем, и на больницу, в частности, на госпитальное отделение до полтора миллиона медоборудования. Поздравления и слова благодарности сегодня также принимали ветераны и дети войны, которые находятся в одном из гериатрических центров Запорожья. К встрече с гостями здесь подготовились основательно. Первым делом спели «Смуглянку». Вскоре за песней последовал традиционный вальс. В такой праздничной атмосфере ветераны планируют отметить и 9 мая. «День Победы всегда красочный, яркий. Внимание сколько, что не помещается в груди». «Здесь мы все вместе собираемся, тут же много лавочек, поем песни, приходим на зарядку, делаем зарядку, кто танцует. Ну, в общем, живем полнокровной жизнью». Ветераны признаются, сегодня самое ценное для них – забота и внимание, особенно в преддверии праздника. Мария Маркелян, Юрий Васильченко, ТВ5.